Здравствуйте! Начнём со слов моего любимого Льва Николаевича Толстого. Русский язык — это прежде всего Пушкин, нерушимый причал русского языка. Считается, что современный русский литературный язык — это русский язык от Пушкина до наших дней. Начнём с того, что русский язык — это один из крупнейших языков мира. Он занимает восьмое место по численности говорящих на нём, следуя за английским, китайским, хиндием, испанским, французским, бенгальским и арабскими языками. 146 миллионов граждан Российской Федерации говорят на русском языке, для 127 миллионов — это второй язык. По использованию в интернете русский язык находится на втором месте, он четвёртый из наиболее переводимых языков в мире. Русский язык — это государственный язык Российской Федерации. Он является официальным в ряде стран. Литературный русский язык начал складываться много веков назад. До сих пор в науке идут спори о его основе, о роли церковнославянского языка, его происхождении. Русский язык относится к индоевропейской языковой семье. Его истоки восходят ко времени существования и распада общеевропейского прославянского языка. Из этого общеславянского единства выделяются несколько групп — восточная, западная и южная. И именно в восточнославянской группе выделяется русский язык. Первые написанные кириллицей тексты появились у восточных славян в X веке. В первой половине X века относится надпись на Корчаге из Гнездова под Смоленском. Эта надпись, вероятно, указывает на имя владельца. Существуют различные точки зрения на время возникновения литературного языка. Одни ученые считают, что древнерусский литературный язык сложился еще до принятия христианства, о чем свидетельствует высокоразвитая техника книжного дела на Руси. Другие исследователи предполагают, что до принятия христианства существовала только древнерусская разговорная речь в диалектных вариантах. С принятием христианства Киевская Русь приняла язык христианской книжности «Старославянский язык», в основе которого лежал солунский диалект древнемакедонского наречия древнеболгарского языка. Старославянский язык был общим литературным языком всех славян, но он варьировался в зависимости от контактов с местной речью, в результате чего возникали различные редакции старославянского языка. В 988 году христианская религия утвердилась на Руси в качестве официальной, в качестве государственной, что привлекло за собой широкое распространение культовой литературы. На Руси было построено более десяти тысячи цверквей, для их обслуживания было необходимо огромное количество книг. До нашего времени дошло около полутора тысяч книг, не считая, конечно же, деловых документов. С принятием христианства в его византийской форме Русь оказалась преемницей и хранительницей книжного наследия, созданного со временем Кирилла и Мефодия на старославянском языке. И вот этот корпус памятников, общий для всего византийско-славянского православного мира, обеспечивал осознание языкового, культурного и религиозного единства на протяжении многих столетий. По образцу в Византии церкви и монастыри в Древней Руси становятся центрами культуры. Монахи и священники, хорошо знавшие греческий и церковно-славянский языки, переписывали и переводили византийскую и болгарскую литературу. Летописи сообщают о многих писцах, которые были при Ярославе Мудро. В процессе переписки происходило приспособление языка оригиналов к восточнославянскому языку и формировался древнерусский книжный извод, или же, скажем так, вариант старославянского языка, церковно-славянского языка. Кроме книг, предназначенных для богослужения, переписывалась другая литература христианская. Это творения святых отцов, жития святых, сборники по учению и толкованию, сборники канонического права. К древнейшим сохранившимся письменным памятникам относятся Астромировая Евангелие 1056 года и Архангельская Евангелие 1092 года. Поскольку книжным языком овладевали без грамматик, без пособий, без каких-то учебников, то всё зависело от начитанности самого автора, от его умения воспроизводить те формы и конструкции, которые он знал по образцовым текстам. Отдельно от книжной на Руси развивалась так называемая некнижная письменность. Это административные судебные тексты, официальное и частное делопроизводство, бытовые записи. От книжных текстов эти документы отличались своим синтаксическими конструкциями, морфологией. И в центре этой письменной традиции стояли юридические кодексы, начиная с русской правды. Древнейший список русской правды относится к 1282 году. Церковнославянский язык выступал как книжный, литературный, письменный язык и как язык сакральный, то есть язык официального религиозного культа, что объясняет своеобразный специфический престиж этого языка, особенно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью. Так, по теории академика Виктора Виноградова, функционировали два типа языка. Это книжнославянский литературный язык, основанный на старославянском и используемый преимущественно в церковной литературе, и народно-литературный язык, основанный на живом древнерусском языке. Он использовался в светской литературе. Эти два типа языка длительное время взаимодействовали друг с другом, постепенно сближаясь, и где-то на этой основе в XVIII веке образовывался единый литературный русский язык. Известный историк Василий Осипович Ключевский ставит рядом две знаковые фигуры в истории России. Это великого царя Петра I и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Итак, начнем с Петра I. Царь-реформатор создал новую светскую культуру, которая ориентировалась, вы помните, на Запад, противопоставлена традиции славяно-византийской образованности, которая в новом обществе уже дано такое подчиненное положение. В Петровскую эпоху обогатился словарный состав языка. Не случайно тогда был создан первый словарь иностранных слов, лексикон, вокабулом новым по алфавиту. Петр I провел реформу азбуки, были удалены некоторые греческие буквы, а также введена арабская цифровая система, появились строчные буквы. Был введен гражданский шрифт и определена сфера применения новой азбуки. На первом издании рукой Петра I было написано «Семи литеры печатать исторические и манифактурные книги, а которые подчернены, имеется в виду те, которые Петр I собственноручно зачеркнул, кириллические буквы, тех в вышеописанных книгах не употреблять». До Пушкина в русском литературном языке доминировала теория трех штилей, которую создал Михаил Васильевич Ломоносов. Она полностью изложена в его работе предисловия пользы книг церковных в российском языке 1757 года и отчасти в его грамматике, российской грамматике 1755 года и в других его работах. Деление на три стиля — высокий, низкий и средний — создавалось еще в античные времена и была известна в XVII веке на Руси. Но именно Михаил Васильевич Ломоносов доработал эту теорию, сделав ее применимой к русскому языку. Его теория утверждала национальную народную основу русского литературного языка, была первой значимой попыткой установить систему стилей. Многие исследователи считают, что водоразделом между старорусским языком и русским литературным языком современного типа было творчество русского историографа Николая Михайловича Карамзина. Действительно, современный читатель относительно легко воспринимает текст повести «Бедная Лиза». Карамзил вел в русский язык множество заимствованных слов из французского, так как они все-таки точнее передавали чувства героев. И это было необходимо для развивавшегося тогда нового течения в литературе сентиментализма. Ярым противником Карамзина стал Александр Семенович Шишков. И это привело к образованию двух групп. Вы помните, это сторонники Карамзина и литературное общество Арзамас, и сторонники высокого штиля, которые объединились в обществе беседолюбителей русского слова под руководством Шишкова. Александр Сергеевич принимал участие во всех спорах карамзистов и шишковцев в обсуждении вопросов о литературном языке. Академик Виктор Виноградов писал, «Пушкин вывел русский литературный язык на широкий свободный путь демократического развития. Тенденция пушкинского стиля к смешению церковно-славянизмов, русских литературных и разговорных бытовых слов составляет наиболее существенную сторону языкового новаторства поэта. Пушкин призывал к отказу от застывших вычурных выражений». Он писал, «Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость, изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавя «сие священное чувство, коего благодродный пламень». Должно бы сказать, рано поутру они пишут, «Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка». Хорошо известны пушкинские требования к прозе. Он писал, «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы». И он достигает их преимущественно средствами синтаксических структур. Он предпочитал, как вы помните, простые, часто нераспространенные предложения. Подводя итоги, скажем, что Пушкин навсегда стер в русском литературном языке условные границы между классическими тремя стилями. Пушкин создал и установил многообразие стилей в едином литературном национальном языке. Выработал новый синтаксис, вывел прозу из-под влияния поэзии, сумел примирить в тексте два начала — книжное и разговорное. И поэтому, отвечая на вопрос, кто же создал русский литературный язык, мы ответим, конечно же, «Солнце русской поэзии» — «Наше всё» — Александр Сергеевич Пушкин. И для того, чтобы показать вам, что мы до сих пор понимаем язык Пушкина спустя два столетия, я прочту вам отрывок из Евгения Онегина «Письмо к Татьяне». Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы б не узнали никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом всё думать, думать об одном. И день, и ночь, до новой встречи. Но говорят, вы не людим. В глуши деревни всё вам скучно, а мы ничем мы не блестим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!